Традиционной площадкой для проведения профориентационной выставки стал Зимний театр. В нем собрались порядка 8 тысяч человек, учащиеся с 8 по 11 классы, их родители и педагоги. Свои ресурсы и возможности презентовали колледжи, вузы и другие учреждения профильного образования в числе содержательных направлений, выставки, ярмарки, мастер-классы и презентации внеучебной деятельности учреждений. Слоган выставки «Держи формат шире». Учреждения профильного образования представляют свой ресурс не только в плане выбора специальностей, это очень важно, специальностей нужных и важных для города и для нашей страны, но и в плане дополнительного образования, какие компетенции наш выпускник, будущий абитуриент, может получить в вузе или в колледже или технику. Формы направлений в обучении множество. На выбор будущим студентам такие специальности, как строитель, дизайнер, электрик, филолог, медик, повар и многие другие. Востребованные и интересные профессии. Кафедра психологии и дефектологии Сочинского госуниверситета, например, уже 4 года готовит профильных специалистов. Есть возможность бюджетного обучения. Мы готовим специалистов, умеющих ставить детям речь, умеющих работать с детьми с особыми образовательными потребностями. Мы очень благодарны городу, что администрация города постоянно поддерживает интерес, постоянно к нам обращается. У нас очень хорошие условия приема. И, в принципе, мы считаем, что это очень перспективное направление вообще в образовании. В Сочи профильное обучение организовано в 34 общеобразовательных учреждениях. В них обучается более 2000 учеников по 16 профилям. Свои презентации о гидбригаде факультетов разных направлений представили не только на стендах, но и на сцене Зимнего театра, показав, что у студентов этих учреждений есть все возможности и для творческой самореализации. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.